Пожалуй, ни один стилист не поспорит со мной, если я скажу, что ничто не заставляет человека так круто выглядеть, как мотоодежда. Даже куртки и косухи и жилетки вошли в нашу жизнь как мастхев для любого гардероба. В общем, в этом видео я хочу поговорить не только про то, что красиво смотрится, но еще реально может уберечь наше тело при неудачном падении с мотоцикла. Я правда очень надеюсь, что никому из тех, кто смотрит сейчас это видео, не придется падать и использовать мотоодежду по назначению. Но я скажу вам так. Единственное, что точно вам придется сделать, так это подписаться на мой канал прямо сейчас, потому что, ну, ничто не мотивирует меня снимать новые видео, как ваши подписки, лайки, комментарии и вопросы под ними. В общем, погнали! Предлагаю начать сверху и постепенно двигаться все ниже и ниже, раскрывая как бы тему. Это шлем, который можно на мне чаще всего увидеть на видео или на фотографиях. В общем, мой самый любимый. Почему? Потому что, ну, во-первых, считается, что такой full face helmet надежнее всего. И репутация у шои говорит сама за себя. Это Air 2. Он имеет один из самых лучших обзоров. И также здесь два клапана, которые помогают проникать в встречному потоку воздуха и вентилировать пространство внутри. Во-вторых, в этот шлем можно установить коммуникационную систему сена. Да, придется шлем заряжать каждый раз после возвращения с прогулки, но вы сможете разговаривать с другими участниками езды. Здесь есть дополнительные контроллеры, но при этом шлем не сильно ими утяжелен, потому что все прячется внутрь. Большой минус этого только в том, что придется повозиться для того, чтобы установить ее внутрь. Реально, мне пришлось убить вечер, и это было достаточно сложно. В общем, с тех пор до сих пор вылетает кусочек и никак не ставится на место. И в-третьих, я очень люблю застежку, которая здесь. Некоторые, я знаю, критикуют этот шлем именно за этой застежкой, потому что считают, думают, что она не очень надежная. Но мне кажется, что одно движение, это намного проще, чем продевать вот этот вот дурацкий шнурочек в колечко и тратить на это кучу времени и усилий. Кстати, у меня есть другой шлем, именно с вот таким вот колечком. Вот, он покупался скорее, потому что очень сильно его цвет подходит к трехколесному байку Канамы. Если вы не видели его обзор, обязательно посмотрите. Кстати, очень тоже прикольный байк. Но вернемся к шлему. У шлема есть шил такой, он не несет никакой функциональной задачи, потому что в Канаме, опять же, есть огромное ветровое стекло. И у него вот такой вот правильный крепеж. Внутри у нас алькантара или замша. Сделан он очень винтажно, красиво, эстетически смотрится очень здорово. Вторая причина, почему у меня есть этот шлем, на случай, если ко мне, например, приедет какая-нибудь подруга, и мы захотим с ней вместе покататься. А размер головы у нее такой же, как у меня. Поэтому мы одеваем два шлема, и мы окей в путь-дорогу. И в то время, как у меня всего два шлема, у мужа их целых четыре. И два из них тоже шоя, или даже три, не помню. В общем, если вам интересно поговорить про мужской гир, то я могу сделать видео и про это. Просто расскажите мне, что вы этого хотите. А у мужа, поверьте, гира куда больше, чем у меня. Итак, спускаемся с головы на плечи, и на плечах у меня обычно куртка. Единственная из всех, из тех, что я перемерила за полгода, которая мне подошла. Полгода я выбирала байк, полгода я выбирала здесь на себя гир, и подходила к этому очень тщательно. Вообще, у меня к ней нет никаких замечаний. Тут есть ракушки на плечи и локти. В спину я докупила прямо в магазине и доустановила мягкую черепаху, которая должна защищать мой позвоночник в случае чего. Есть нормальная регулировка температуры, потому что можно есть вставка, которую можно поставить и убрать, на случай, если на улицах холодно. Еще она продувается удобно в плечах. И когда слишком жарко, на трассе при большой скорости чувствуешь себя тоже вполне нормально. Единственное, что мне не нравится, немного царапает мне воротничок, поэтому я стараюсь одевать либо вот такой вот баф, либо какой-нибудь лонгслив с шейкой. Перчатки. Это мои любимые перчатки, короткие. Они защищают запястья, у них есть плотная часть на костяшках. И так как я с 7 лет играла на фортепиано, возможно, может быть, у меня поэтому длинные пальцы, и мне сложно подобрать перчатки, которые будут подходить мне и по ширине, и по длине самих пальчиков. Они отлично подходят и к моему гардеробу, тоже черно-белые, и, в общем, все сочетается очень здорово. Вот в этих я чувствую себя абсолютно комфортно. Не знаю, может быть, это связано с длиной перчатки или с чем. Эти, по идее, должны защищать лучше. Одна и та же фирма, один и тот же размер. Наверное, одно и то же лекало, но разные модели. Вот все нужно мерить, поэтому я не рекомендую заказывать мотогир из интернета, потому что мне кажется, что это практически нереально, заказать вот тот мотогир, который понравится. Но можно прийти, например, в магазин, померить то, что понравится, и тогда уже заказать в интернете, если найдете дешевле. Ниже у меня штаны. И тут даже не все сразу понимают, что это мотоштаны. Со стороны они выглядят так, как обычные черные джинсы. Но все меняется, если я их сниму. Минуточку. Кевлар. Кевлар – это именно то, что защитит жопку от царапин, даже если придется проехать на ней прямо по асфальту. В области колен есть прорези, куда, по идее, можно вставить защиту. Но так как они скини, это вряд ли будет удобно носить и точно не будет выглядеть натурально. На смену у меня есть другие штаны. Заказала на Амазоне. Шьются в Китае, качество среднее, кевлара нет. Зато есть удобно размещаемые внутри наколенники и накладки на бедра. И те, и другие сидят неплохо и со стороны смотрятся тоже. И если я однажды решу снова стать на ролике, я точно выберу вот эти джинсы с наколенниками. Потому что они и смотрятся хорошо, и падать не страшно. А вот совсем без наколенников, конечно, ездить я бы не советовала. Особенно новичкам. Ну, не то, чтобы это прям супер такая необходимая вещь. Тут каждый решает сам, насколько оно ему надо. Но если можно где-то подложить подушечку, то почему бы это не сделать заранее? В общем, на колени, честно скажу, падать мало себе такое удовольствие. У меня уже здесь есть даже царапины. А представьте, если бы они были на моих ногах. Мне бы этого точно не хотелось. Это очень дешевые наколенники. Где-то до 20 долларов. Я не жалею ни о единственном потраченном центе. Даже самые простые защитят от ушиба и сделают момент падения не таким болезненным. И давайте проговорим про ботинки. Ботинки – это еще один скрытый понт. И тут нужно отдать должное. Сколько я не пробовала, другие считают, что дайнези делают лучшую мотообувь на рынке. Впрочем, итальянцы всегда знали толк в обувном деле. Поэтому как бы тут нечему удивляться. Даже мои друзья, которые очень много перепробовали разных марок, сначала отдадут предпочтение вот этим ребятам. Потом уже попробуют что-то новое. Хотя не факт. Вот это мои вторые боты. Первые тоже были дайнези для более спортивной езды. Я где-то, честно, потеряла. И не могу теперь найти. Но они были тоже удобные. Хотя эти вообще не выглядят даже как мотоботы. Мне никто не верит. И напоследок о том, что я надеваю под куртку. Оказалось, что мотоспорт – это почти как лыжи. Потому что есть шлем, нужна специальная экипировка. Все время куда-то несетесь на скорости. Так что и под куртку, мотокуртку, лучше всего надевать какое-то либо термобелье, либо лонгслив по погоде. Вот что-то такое спортивное, что умеет выводить лишнюю влагу. Потому что какая бы ни была погода, но на мотоцикле ситуации бывают разные. И вспотеть можно вообще от чего угодно. А вот ехать мокрым вряд ли будет кому-то приятно. Мне очень нравится надевать под мотоцикл вот такого плана Rushguard. Они изначально были сделаны для тренировок. Поэтому здесь есть специальная подкладка. Вот здесь внизу у меня даже специальная лента, которая защищает от скольжения и задирания этой одежды. Очень плотная, греет, когда нужно, и выводит влагу, когда не нужно. В общем, не мокну, чувствую себя сухо и комфортно, как прям ребенок в подгузниках. Кажется, ничего не забыла. Дайте знать, если видео оказалось вам полезным. И вы хотите, не знаю, такой же, например, с разбором мужского мото-гардероба. Всех целую. Всем пока. Закончила съемку и вдруг вспомнила, что забыла сказать самое главное. Самое главное заключается в том, что, если возможности позволяют, постарайтесь взять наиболее качественную защиту хорошего, дорогого, проверенного бренда. Не экономить на китайских каких-то непонятных брендах. Да, они могут защищать, если уже совсем нет ничего. Это лучше, чем ничего. Но если уже решили серьезно задуматься о езде на байке и планируете посвящать этому достаточно большое количество времени, никогда не зная, что произойдет на нераве, пожалуйста, покупайте самую качественную, самую дорогую, самую хорошую, самую проверенную одежду, которую вы только сможете найти, которую вы только сможете себе позволить. Это мой совет напоследок. Ну, а теперь пока.